всем привет я настя джексон тема видео кто это был потому что в этих двух историях сложно определить кто же это был на самом деле если я легко определю кто это вам тоже привет заходите обязательно стриме здесь основной движ происходит то сидите там на ютубах на своих комментариях хоть пишите и лайки ставьте соединила криминал и мистику чтобы хорошенько вас запутать да у меня сегодня мистический стрим внеплановый охренеть салуэйтер фуртейский салу салуэйперский космонавт в мае 1964 года английский пожарный джим темплтон со своей женой и маленькой пятилетней дочерью едет на пикник такое красивое живописное место залив салуэйферд это в англии на границе англии и шотландии я представляю вот это вот америку поняли юсей вот эти вот блять поля бесконечные далеке горы просто вот только я представляю америку камера такая знаете на то время достаточно крутая он делает пару снимков они возвращаются домой и когда джим проявил фотографии на одной из них где запечатлена его дочь он видит что-то странно сзади его дочери стоит какой-то человек которого не было не было такого человека нигде поблизости я даже больше скажу они были одни одни на этом поле только какая-то пожилая пара где-то далеко от них тоже отдыхала то есть кто это за девочкой стоял кто-то кто был очень сильно похож на космонавта белой одежде достаточно мускулистый здоровый на лице у него точнее на голове шлем или каска скафандр он стоит как бы задом а девочки его руки согнуты в локтях и он смотрит вдаль то есть вот так да мы это все видим верно джим подумал ну ясно наверное это какой-то косяк на пленке он пошел в кодак показал ему эту фотографию говорит наверно у вас был брак на вашей пленке проверьте пожалуйста и ему говорят какой брак такое просто невозможно это невозможно у нет у нас никакого брака там действительно кто-то просто стоял джим говорит нет там никого не было ладно он берет этот снимок идет с ним в полицию полиция говорит 20 до человек трогал он что-то вам делал джим говорит нет он просто на снимке вы можете что-то с этом с этим сделать ну что полиции может это облако говорит мы ничего не можем с этим сделать потому что если ничего не произошло то мы ничего не сделаем и тогда джим идет с этим снимком в газету и тогда уже этот снимок произвел просто эффект разорвавшийся бомбы хайп потому что любой тоннелом все люди увидели эту загадку типа помогите кто этот человек на снимке вы знаете как вы думаете что это тут же появилась на свет теория а соуферском космонавте вообще космонавт это просто то на что он похож на самом деле его по разуму называли гимоноид инопланетянин призрак кто угодно справа вообще кто и чё это блять за почты любечки люди начали придумывать свои теории отправлять их в газету отправлять их лично джима для письма то есть чего только не было это еще не все спустя три дня после всего этого в австралии то есть на другом конце света ракета которая должна была взлететь с космонавтами почему-то отменяет свой полет ну вообще это неудивительно потому что ну это такое дело что если хотите какая-то маленькая деталь так это бывает часто полет сразу отменяют там я даже помню что-то не так давно когда маск какие-то свои ракеты запускал это илона маска и запускает вот так вот но даже он блять что-то там отменял 50 раз запуска там каждый раз он транслировался на что-то там на канале наса или starlink какой-то на ютубе прям эфире прям в эфире говорили что не он не запустится просто без объяснения причин люди начали приписывать сюда того сам гром гром гремит земля трясется рекорд памперсах несется троллил моего космонавта из англии что якобы до того как ракета взлетела видели странных каких-то людей значит на площадке но вернемся к фото за столько лет она стала общественным достоянием джим умер 2011 году так и не разгадав эту загадку что же это было неужели это был один из пришельцев или это был какой-то космонавт из прошлой я вам так скажу скорее всего пришельцы есть и у америке есть на это доказательство потому что есть вот эта зона 51 и там какие-то засекреченные материалы они сто процентов есть сто процентов какие то есть доказательства не за что угодно вот ну я сейчас вас разочарую но я сейчас ну так не вообще ну не заплатить в общем на фото что на самом деле . стоит жена джима чего стоит его жена покойная да я знаю что вы хотите спросить почему ты не сказала что она космонавт вот какое дело давайте я объясню на самом деле никакой на не космонавт все дело в том что в будущем ну когда уже новые компьютерные технологии все такое обработка фотографий просто добавили экспозицию изменили свет как он должен быть и на самом деле у этого якобы космонавта в белом очень даже голубое платье хочу же у нас стоит как будто бы кто на хуй как у жены джима знаете помните мем этот где пацан футболки стоял с голым торсом вот так вот так вот и подпись вот здесь кто на тупой вот этот просто посторонняя мы на других фотографиях мы как раз это яблась видим что у нее голубое платье с короткими рукавами которые мы видим также у нее короткие каштановые волосы что мы приняли как долбит скафандр ну вы скажете как джиму сделать это фото и не за грубой комп врубай свет выключай свет все выключай свет в пещеру давай быстрее вставай проход в каком веке живите знаете когда после разуме тренинг был не так давно бежать 78 год отметить что сзади стоит его жена на самом деле очень просто в этих камерах когда смотришь в объектив он показывал только 70 процентов того что будет на фотографии то есть конечно звук просто не увидеть плюс если мы посмотрим фотографии мы видим что там очень сильное солнце как раз таки прям так жестко бьет по космонавту и выбеливает картинку полностью то есть делают фигуру полностью белой то есть это все вот такое просторе изоблачения даже так скучно а также инопланетяне и всякое такое а что если я скажу что это всего лишь теория про то что там стоит его жена это только теория это никто не доказал так она сказала а что если я скажу что на самом деле это его жена так ты сказал что это его жена на самом деле чё ты врешь а насчет шаровой молнии короче был в лагере и мы видели реальную шаровую молнию мне было лет 11 наверно реально клянусь вы чё чё вы глядете я могу сейчас контакты поднять найти людей с кем я в лагере была не подтвердят потому что знаете что-то я не припомню чтобы у жены джима была лысина иначе как вы объясните что это такое на голове что это лысина тапочка нет также темный воротник откуда он такого не было на платье что это вообще такое есть теория про шапочку на голове что это на самом деле луна которая по совпадению находится прямо за головой жены джима ну может быть но это ну какая ну просто фигура не феминная силуэты этого она какая-то блять слишком широкая невозможно потому что провели эксперимент и посмотрели где в этот момент находилась луна именно в тот день она находилась за спиной под людям делать нечего и джима и еще конечно меня извините почему мне не сказали что жена джима была бодибилдершей что за мускулы но человек на фото намного крупнее этой девушки мы можем даже это заметить по ее руке ну просто по тоненькой ручки и что это здесь сама девочка когда выросла давала интервью которым она сказала что она на самом деле почти ничего не помнит но она уверена что помимо нас нашей планете живут еще кто-то было бы слишком ну конечно ну типа у нее даже эгоистично предполагать что мы единственные и самое интересное 2017 году компания bbc провела эксперимент они взяли ту же самую камеру пришли в тот же майский день в то же место и повторили точно такое же фото где на заднем плане стояла женщина и как бы они ни старались получилось просто заблюренная женщина но никак не космонавт ее тело не стало ну смотрите вот кстати говоря чисто физически чтобы силуэт получился такого же размера надо стоять довольно далеко что объект попадает в блю а тут блюра нету как будто бы грубо говоря это оптическая иллюзия что типа этот человек стоит далеко либо чтобы это не было вот эта вот фигура на самом деле она кому-то выходит из головы прямо то есть она тоже фокусе короче это какой-то баг просто либо у него вырос из головы космонавта а больше или белее ну вы можете сами посмотреть на эту фотографию и убедиться в этом если после всего этого вы хотите у меня лично спросить я верю ли я по все это я честно вам скажу нет потому что я посмотрела столько разоблачений вот реально вот буквально все разоблачать вообще вот любая вещь разоблачается что мне уже даже грустно ну вот если вы мне не верите давайте я спрошу лично эй блять чё нахуй делаешь мне психика слабая какая жена джима у нее чё руки качихи что ли или чё что она тебе чтобы качиха качихи билдер или чё но я жена джима вопрос это самое загадочное дело и я до сих пор не могу точно определиться со своим мнением слух не знаю блять по моему ну это просто бак и все история американского писателя майкла питерсона дело было в 2001 году когда майклу было 58 лет это даже я еще не родился было двое сыновей от своей бывшей жены которая умерла от сердечного приступа и двое удочеренных девочек его подруга траги они банит дебилов смотрите чат вот это такие особенные дебил ой да смотрите как они то и все и сегодня писать больше дически погибла и оставила двух своих дочерей сиротами поэтому майкл их удочерил таким образом у него было четверо детей все начинается с того что майкл женится на садка восьмилетний кейтлин у которой тоже есть дочь от первого брака он удочеряет ее то есть они живут такой большой семьей где все взрослые дети их пятеро кейтлин усыновляет всех детей майкла майклу удочеряет дочь кейтлин то есть они живут такой большой дружной семьей у них все хорошо они счастливы и у них огромный шикарный дом который купил майкл за свои деньги которые ему дали авансом за новую книгу который он пишет дом стоил полмиллиона долларов кейтлин и тоже работать на престижной работе у них все хорошо отличные заработки у них много друзей которые очень любили и восхищались пока 9 декабря 2001 года что не поступает звонок в 911 это звонит майкл он звонит и говорит скорее приезжайте моя жена упала следует служба спасения дарками что у вас случилось несчастный случай женой она еще дышит что конкретно случилось она упала с лестницы на еще дышат приезжайте скорее она в сознании что оно сознание нет без сознания пожалуйста приезжать служба спасения и видят просто некий крови везде у главные входные двери на дверных косяках у лестницы. А дальше они видят такую картину. Майкл держит свою жену, которая лежит у самого низа в лестнице, вся в крови, и просто не выпускает ее из рук. У него силой выхватывают его жену и просто констатируют смерть. У Кейтлин были глубокие царапины на голове, травмы на лице, а в руках у нее были сжаты ее собственные волосы. Кейтлин умерла от потери крови. Но как такое вообще возможно? Что произошло? Майкл рассказал, что в этот день... Поедешь в офис, промокнешь или ебнет молнией. Поэтому сиди с нами 8 часов и не ебет. А не круто ты вот это вот придумал? А, донатер? В день вечером они с Кейтлин выпили вина, пошли полежать в бассейне, посмотреть на звезды. И потом Кейтлин оставила его одного и пошла в дом заниматься своими делами. Примерно через полчаса, когда Майкл зашел в дом, он уже увидел картину... Почему у меня это пиздец интересный, поэтому... Сижу, что-то слушаю. И Кейтлин вся в крови, лежит у лестницы. Он сразу предположил, что она упала. Она еще, знаете, я еще спрошу, что она мне... А у нее такой подача, ну не сценарная, а разговорная. И она так... Да! Ну типа, да-то. Вот так и было. И позвонил в скорую. Но ничего сделать не удалось, она была мертва. Но полиция, конечно же, сразу заподозрила что-то неладное. Женщина умерла, упав с деревянной лестницы. И столько кровищи. И такие порезанные... Проверяйте, он ее... Короче, у них была, типа, счастливая жизнь. Она специально, Настя Джексон, сказала, что у них все было хорошо, чтобы мы даже не подумали об этом. Я это знаю, бля, я это вот раскусил. Ее муж покромцал, поебашил и, типа, уронился лестницей. В голове... Что-то здесь не так. Был очень долгий суд. Полиция проверяла все, абсолютно всю территорию дома. И в конечном итоге было сказано, что это Майкл убил свою жену. Ну вот я так и думал. Знаете как? Ударив ее по голове. Но что могло оставить такие странные царапины? Кочерга для камина. Она как раз есть на фотографии. Эту кочергу дарили друзья. Но она будто пропала. Нигде ее не нашли. Как раз таки. Но ведь это самое главное орудие убийства. Это вообще... То есть там отпечатки, там кровь, которую практически невозможно смыть полностью. Но нигде нет орудия. Раз он убил, где орудие? В конечном итоге Майкла приговаривают к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Все в шоке. Майкл говорит... А нашли кочергу или нет? Я этого не делал. Я не виновен. Пожалуйста, поверьте мне. Я бы никогда такого не сделал. Все пятеро детей за Майкла. Все, включая родную дочь Кейтлин. Нет. Блин, тогда вообще это можно в какой-нибудь фильм сделать. Типа... Кочерги нет. Он говорит, что не сделал. Все говорят родственники, что он не смог бы такое сделать. Кочерги-то нету, по сути, орудия убийства. Говорят, что он не мог такое сделать. Они очень любили друг друга. Это просто невозможно. Кстати, если вам интересно... И это в конце оказывается подстава, блядь, двойная, прикиньте. Где в этот момент были дети... Типа он говорит, что это был я, а это был не он. Но он в конце сказал, что это он, чтобы... Сына психо предотвратить, что это он, на самом деле. А это был не сын, это был отец, блядь, вау. Дети, они все взрослые, они уже жили сами по себе. То есть они там уже были в колледже, кто-то уже выпустился. То есть Майкл и Кейтлин жили вдвоем в этом доме. В тюрьме Майкл не сдавался. Он заплатил адвокатам все деньги, которые ему выплатила страховая работы, где работала Кейтлин, его жена. А это было 380 тысяч долларов. То есть он все эти деньги, которые выплатила страховая, потратил на адвокатов. В конечном итоге Майкл содержался в тюрьме... Алиса, сколько 380 тысяч долларов в рублях? 33 миллиона рублей. Мне до 2011 года, но потом был освобожден. Вы хотите знать, почему у вас сейчас просто упадет челюсть? Держу, давай! Потому что такого точно никто не ожидал. Давай, давай! Один юрист, изучив все это дело, предположил такую теорию, очень даже продоподобную. Ну, ну, ну. Очень, нет, наверное, непродоподобную на первый взгляд. В общем, Кейтлин убила сова. Нихуя себе, бля! Сова! Я сейчас говорю про настоящую сову. Что? Так, подожди, послушайте, послушайте. Это вообще... Я знаю, что вы сейчас, наверное, подумали, что я сейчас скажу пришелец. Да. После первой части видео, да? Конечно, да, да. Ну, нет. Ну, нет. Или какой-нибудь гуманоид, луч света. Нет, это была сова. Слушайте. Давайте разберемся. После того, как Кейтлин и Майкл полежали у бассейна, Кейтлин пошла не в дом, а вышла из дома, чтобы посмотреть, как нарядить свой дом на Рождество. Потому что это было 9 декабря. Она взяла кувшин и отодвинула его. Если мы посмотрим, то видно, что кувшин возле входной двери стоит неправильно. То есть, ну, кто ставит кувшин прямо посередине? Да, вообще не по фэншу. Какая-то хера та. У входа. Вы видели, что дом находится в таком месте, где вокруг только лес. Ну, то есть, рядом только деревья. И в этот момент на нее напала сова. А совы, я посмотрела про них видео, они настолько бесшумные животные. На стелсе пролетел, говнюк. Вы слышали? А как-то, а-кто? Вообще ни звука не издал. Ты не знал? Подожди, а начнем с того, что кто знал, что совы летают без звука? Охренеть. Это прям действительно поразительно. Тихонечко. И если они нападают, они нападают именно на голову. Я видела видео, как совы нападают на человека. Именно так они впиваются своими когтями в голову. Я ощутил, как... Как будто я вообще что-то не знаю, не думал, что совы какие-то... Но они же не плотоядные. А зачем им нападать? Действительно бесшумно подлетает сова. Вообще ни шороха не было. И вдруг такой сильнейший удар. Вот здесь вот следы от крови. Сломанный коготь. Страшно подумать, если бы не было одежды на мне. Ну, вот этого. Они дикие. Нет, ну это понятно. Но совы плотоядные. Они чтобы ели человека. Но они не будут нападать на человека с целью добычи еды. Царапины на голове Кэтлин в точности повторяют лапу совы. И еще кое-что. Череп был не задет, не поцарапан. Если бы это была кочерга, то проломило бы череп. Но это были когти совы, которые только поцарапали кожу. Также это объясняет капли крови у входных. Птицы могут нападать на людей. Например, защищать свои... То есть, ну, речь о том, что, возможно, где-то рядом с домом свели совы гнездо. И там были дети. И типа, она напала на эту штуку. Но и двери. А также на косяках. То есть, когда на Кэтлин напала сова, она забежала в дом. То есть, хватаясь за косяки и спачкав их в своей собственной крови. Блядь, это настолько смертельная сова, охренеть вообще. Второй этаж, ей нужно было побежать в ванну. Подскальзывается на собственной крови и падает с лестницы. Через полчаса ее находит Майкл. Помните, я сказала, что у нее были только травмы на голове? Тело Кэтлин, компьютер, бассейн, эр-стрит. Травмы на лице и в руках клочья волос. Клочья собственных волос. Когда провели эксгумацию тела и проверили эти волосы, значит, что в них нашли? Перья? Перья. Ну вот. А почему нельзя было вот так вот взять, блядь? Запуздячить ее, нахуй. Больную сову эту. Клевета, встретимся с судья. Сова 100 рублей отправила. Сова, ты сидеть будешь. Перья совы. Майкл выходит на свободу. Все, дело закрыто. Все, конец. Ну как бы, нифига себе, это была сова. Ого. Сова просто такая. Жесткий голубь летает под дабстеп, крутой. Да, ну, кстати, если для вас это теория... Ваня, у нас будет еще true crime stream вообще. Да у нас сцену как-то вошло в... Че, че, че попадет, то и смотрим, как бы на стрим, и че. Он неплохо. Достаточно убедительно. Да, я просто, ну, кое-что не рассказал. Что? Ну, кое-что не рассказал, да. Помните, я сказал, что у Майкла есть две дочери, которые он изочирил. Потому что его... А че, не ту музыку встали? Че за трапнейшн играет, блядь? Подруга трагически погибла. Знаете, как она погибла? Она упала с лестницы. И знаете, кто ее видел последней? Сова? Майкл. И что, получается, там две убийства? Я принесла. Ну, вам переобудить? А, вы уже сами? Уже сами. Что? Нахуя мне туфельки? Самая подруга Майкла тоже упала с лестницы. У нее тоже были такие травмы, царапины на голове. И это было за 15 лет до этого. Дело закрыто. Там все глухо вообще. Конечно, никто не будет поднимать эту тему, все раскрывать и так далее. Ту женщину звали Элизабет. И дочери Элизабет тоже не верят в то, что Майкл тогда убил их маму. Ну, то есть, зачем ему это? Зачем ему еще так политься, одинаково убивать двух женщин? Он что, думал, это никогда не вспомнит, никогда не вскроется или что? Просто зачем? Кто ему скажет мотив? Мотив. Зачем? Деньги. А-а-а. Вот какая интересная вещь. Элизабет, мать удочеренных девочек, за 10 дней до своей смерти разрешает оформить опекунство на Майкла, если что, и отдает ему в доверительное управление 250 тысяч долларов, которые должны отправиться на обучение девочек. Но Майкл каким-то нелегальным способом переводит эти деньги лично себе. Через 10 дней Элизабет умирает. Кстати, причина ее смерти — сердечный приступ. Он убил одну дочь, я правильно понимаю, или кем? Не потерю кровь в ничего. Сердечный приступ, и она упала с лестницы. Вот так. Ладно, ладно, а Кейтлин? За что? Почему? Как? Когда Кейтлин вышла и что-то делала с кувшином, который буквально стоит вообще там, где ему не нужно стоять, посередине входной двери, Майкл подошел сзади и ударил ее по голове кочергой. Что? Той самой, каминной кочергой. Там же мы видим эту каплю крови. Первую. Ладно, а потом кочергу спрятал. Но вот в чем прикол. Эту кочергу спокойно нашли в гараже. Никуда она не пропадала. То есть полиция сказала, что нет, ее там не было, мы обыскали все. Не было этой кочерги? Была. Просто висела в гараже, вся в пыли. Никто ее не трогал. Она даже не была повреждена или как-то сломана. Потому что эксперты определили, что если бы ей замахивались и били, то она бы как минимум согнулась. Нет никаких повреждений. А кочерга как раз таки проломила бы череп. В отличии от Савы. А? Сто процентов. Сто процентов. Семья Питерсонов жила в элитном квартале. Я не понимаю, это Сава-киллер или это Майкл... Пэ. У них были светские посиделки. Зачем... Ух ты, как там, блядь. Тусовка. Чем? По какой причине Майкл убивать свою жену? Ну, не знаю, может потому что они были все в долгах, у них не было денег, а жизнь Кейтлин стоила потора миллиона долларов? Да, у Кейтлин была страховка жизни на такую сумму. А еще вот что интересно. У Кейтли на самом деле на работе дела шли не очень. Она была под угрозой увольнения. У Майкла не писалась книга. Я думаю, Майкл еще рассчитывал как бы на 380 тысяч, которую страховая на работе Кейтлин бы выплатила. Ведь он не мог перестать вести свой образ жизни, к которому он привык. К суперроскошному, с такими шикарными соседями. И вообще он баллотировался в мэры. Еще кое-что. Я забыла сказать, что они пили вино в тот день, вечером. И говорила. Но вот что интересно. Майкл как-то сказал, что она много пила и вполне могла споткнуться на лестнице. Когда заходишь куда, ты веришь пьющего человека, она пила очень много лежащего перед лестницей. То первое, что приходит в голову, наверное, человек упал с лестницы. Крови у Кейтлин не нашлись так много. А прикиньте, он перья подкинул для алкоголя, чтобы она была в алкогольном опьянении. Да, там нашли вино. Но вот что интересно. На бокалах, которые стояли, когда приехала служба спасения, не было отпечатков Кейтлин. Кейтлин, вообще. Я, конечно, в шоке, но... У нее... Вы думаете, что она их не трогала? Нет, на самом деле у Кейтлин выжжены отпечатки пальцев, потому что она дочь ФБРовца. Сова вообще, конечно, дает. Еще и отпечатки стерла. Это ж надо. Ну ладно. На самом деле, это реально нераскрытое преступление. В смысле? А что я слушал-то, да? Кейтлин сейчас на свободе. Вообще спокойно дает интервью. Ему 80 лет. У него что зашибись? У него каждый раз, на каждом интервью спрашивают, так это вы убили? И он каждый раз говорит, нет. Все. Вот такие дела. Мне просто интересно, неужели ты думал, что ты убьешь двух женщин одинаковым способом, спустив их типа с лестницей и все нормально? Да, все нормально. Мне правда очень интересно, в какую теорию верите вы? Сова-киллер. 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 В то, что сова такая... Или то, что это был Майкл. Да и вообще, знаете, я просто... Я просто не могу сейчас этого не сделать. Кого? Я до сих пор не верю, что... кастинг был и... Что это у тебя? Мужчина убил свою жену кочергой ради денег и спустил с лестницы. А-а-а... А я думал, сова. Сова-а. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее... ...видео. Если не понравилось, посмотри... А я думала... Блядь, Майкл П. Ещё раз напоминаю о том, что это была сова или это был космонавт. Ой, подожди. Там было не так. У меня есть блок... Прикольно. Мне понравилось, честно сказать. Извините. Вот этот выпуск мне понравился.